На нашей планете обитает огромное множество разнообразных живых существ. Некоторые из них несут людям прямую угрозу. Но есть и такие существа, которые при всем своем ужасающем внешнем виде абсолютно безвредны для человека. И мы начинаем наше путешествие по миру с крупнейшей экземпляр этого вида скатов, обнаруженный исследователями морских глубин, весил аж 2,5 тонны при 7-метровом размахе плавников. Давным-давно среди мореплавателей даже ходили байки, повествующие о том, что манта может обнять, задушить человека своими крыльями, а потом целиком проглотить. На самом деле это просто беспочвенная выдумка. Манта питается исключительно планктоном и рыбьими мальками. Головные плавники больше похожи на рога. Хвостовые плавники ноги, а грудные крылья. Хвостом скат задает направление движения, а массивными крыльями регулируют скорость. В открытом море наш герой плывет по прямой и с стабильной скоростью примерно 30 км в час, а в прибрежной зоне скат плавает лениво и медленно, как вишня в киселе. В отличие от других скатов пасть находится не снизу, а с фронтального края. Когда океанский титан открывает пасть, кажется, что такая воронка могла бы затянуть не один корабль. Гигантской акулы. Она является второй по размеру в мире после китовой могут достигать 11 метров в длину. Их отличает черный треугольный спинной плавник и выпуклое рыло. И хоть выглядит она еще более устрашающе, чем ее огромная соплеменница, никакой угрозы человеку она не несет. Широко раскрытая пасть гигантской акулы просто-напросто фильтруют воду, которая изобилует любимым лакомством этой крошки. Таким способом гигантская акула в состоянии отфильтровать до 2000 тонн воды в час. А питается она исключительно беспозвоночными, планктоном и мелкой рыбешкой. Гигантские акулы встречаются в прохладных и теплых умеренных водах всех океанов. Этот вид обитает на континентальном шельфе на глубине до 910 метров. Еще один подводный житель, который не несет угрозы это гавиал. В некоторых регионах Непала и Индии обитает гигантская рептилия, находящаяся на пороге полного вымирания. Отличительной чертой гангского гавиала являются внушительные острые зубы. Но при всей их внушительности, никакой угрозы жизни человека рептилия не несет. И ее челюсти настолько тонкие и хрупкие, что предназначены только для пережевывания рыбы. Гавиалы – крупные животные, в среднем достигающие 5 метров, но несмотря на свою длину, в весе гавиалы уступают остальным крокодилам. Эти животные весят до 180 килограммов. Тело гавиалов окрашено в зеленоватые цвета от светлых до темных оттенков. Эти крокодилы почти не покидают свой водоем и выходят на землю только для кладки яиц и чтобы пригреться на солнце. Быстрое течение и глубина – главные условия при выборе гавиалов водоема для проживания. Гавиалы – самые зубастые крокодилы, у них более сотни зубов. Не менее жуткими внешними данными обладает обитатель вот умеренного и тропического поясов нашей планеты – Меланоцеед Джонсона. Но и это существо вовсе не интересуется человеческой плотью. Питается он обитателями водоемов, которые по своей неосторожности подплывают на свет антенны, растущие из его лба. Вид обитает в умеренных и тропических областях всех мировых океанов на глубине от 100 до 4500 метров. Желая привлечь свою добычу, Меланоцеед Джонсона использует находящиеся на голове отростки, которые внешне напоминают рыбацкую удочку. На концах этих отростков расположены очень светлые фотофоры. Благодаря тому, что желудок Меланоцееда очень хорошо растягивается, он способен проглотить добычу, которая заметно превосходит по размеру самого удильщика. Например, в животе одного из пойманных Меланоцееда Джонсона, длина которого составляла всего 66 миллиметров. Была найдена рыба, длина которой составляла около 240 миллиметров, что почти в 4 раза больше него. И вот она, китовая акула, которая может похвастаться воистину гигантскими размерами. Она является самой крупной рыбой на нашей планете. Но большая вовсе не значит опасная. Люди китовых акул совсем не интересуют. Известны случаи, когда молодые представители этого вида мирно играли с аквалангистами. Китовая акула питается, открывая свои гигантские пасти, набирая воду, а затем выплевывая воду сквозь зубы, сохраняя при этом мелкую рыбу и планктон. Китовые акулы питаются за счет своих крошечных зубов, их примерно 3000, которые помогают фильтровать пищу. Длина зубов обычно составляет менее 6 миллиметров. Чтобы не гоняться за пищей, китовые акулы засасывают большое количество воды для фильтрации. Этим существам не нужна скорость, они довольно медлительные обитатели, скорость которых редко превышает 4 километра в час. Вместо того, чтобы использовать свои хвосты для движения, китовые акулы небрежно раскачивают все свое тело, чтобы плыть вперед. Внешне полосатая зубатка, обитательница океанических вод, напоминает хищную мурену. Но для людей ее мощные клыки не несут абсолютно никакой угрозы. Даже внушительные размеры, до двух метров в длину, никогда не побуждали зубатку нападать на человека. Она питается исключительно мелкими беспозвоночными и ракообразными. Вся морда зубатки настолько исковеркана, что напоминает сплошную язву. При этом у нее огромные, вздутые губы, которые занимают чуть ли не всю ширину морды. За губами, в ее пасти растут большие и мощные клыки, которые чуть ли не выпирают наружу. Создается впечатление, что вот зубатка раскроет свою огромную пасть и проглотит человека в одно мгновение. Все зубатки предпочитают вести придонный образ жизни. Поэтому здесь над ней питаются, особо пищей не перебирая. Самой крупной амфибией на планете Земля является китайская исполинская саламандра. Порой длина ее тела достигает 1,8 метра. Но несмотря на свои внушительные габариты и устрашающий внешний вид, это милое существо питается лишь лягушками, крабами, насекомыми и мелкой рыбешкой. В данный момент эта удивительная земноводная находится под угрозой исчезновения из-за повышенного спроса среди косметологических компаний. У китайской саламандры есть глаза, но кажется, что природа выдала ей их исключительно как декоративное украшение. Видит она откровенно плохо, да и веки отсутствуют. Но в качестве компенсации все та же природа облагородила организм саламандры отменной чувствительностью. Если рядом будет проплывать то, что саламандра посчитает съедобным рачки, мелкие земноводные или рыба, то кожей земноводная зафиксирует и вибрации, и их источник. После чего аккуратно подберется и аккуратно проявит гастрономический интерес. Если вы досмотрели это видео до конца, то вы наверное заметили, что не все так страшно, как оно нам кажется. Но самое главное, что врага нужно знать в лицо.